Новости с Максимом Сарповым Здравствуйте! В эфире новости в студии Максим Сарпов. И вначале коротко о главных событиях. Пострадали двое. Пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом недалеко от Уяра. Кто и как оказался на встречке? Это было до слез. Вчера вот она из сумки, Ирочка, достала его. Я вот так вот его как взяла, себе прижала. Невероятно и очень трогательно. Венесейский кот по кличке Бася вернулся к хозяйке после двухлетних скитаний. Вот так они выглядели изначально. Каждый кирпич реставраторы очистили. Как будто с открытки. Исторический квартал в Красноярске почти готов к открытию. Когда его увидят горожане? Минимальная стоимость, ну это вот 60-80 тысяч. И чаще всего 60, это за двое суток, 60 тысяч уже не найти. Мало и дорого. Красноярцы штурмуют базы отдыха после запрета на корпоративы. Во сколько обойдется праздник? Два человека пострадали при столкновении рейсового автобуса и КамАЗа. Случилось это на трассе недалеко от Уяра. Как только что сообщили дорожные полицейские, автобус пытался уйти от столкновения с автомобилем ВАЗ, выехал на встречную полосу и уже там врезался в большой груз. От удара его развернуло и практически вынесло с проезжей части. Одна из пассажирок получила травмы, ее на попутках увезли в больницу. Помощь потребовалась и водителю. Мужчину медики осмотрели прямо на месте. Ну а все обстоятельства аварии выясняют полицейские. Огромный огненный столб всерьез напугал жителей Курагина. Ярко-оранжевое зарево было хорошо видно со всех сторон. В поселке всполыхнул оптовый магазин. Как рассказывают очевидцы, пожар начался с крыши и быстро охватил всю постройку. Языки пламени вырывались из треснувших окон. В небо поднимались клубы густого едкого дыма. Спасателям пришлось несколько часов проливать пылающий дом, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. Рядом с торговой точкой расположены склады макаронной фабрики. Магазин выгорел дотла. К счастью, никто не пострадал. Сейчас дознаватели выясняют причины возгорания. Предположительно, пожар мог начаться из-за нарушения правил эксплуатации печи. Не исключается и поджог. Новый печальный антирекорд. По данным оперативного штаба, скончались еще 24 жителя края, у которых ранее диагностировали COVID-19. Количество заболевших также растет. За сутки диагноз подтвердили у 336 человек. Лидирует по-прежнему Красноярск. Здесь 87 новых случаев. По 19 в Минусинске и Ужурском районе. По 18 в Шарыпове и в Новоселовском районе. Тревожная обстановка и в закрытых городах, которые не попадают в общую статистику. В Железногорске плюс 119 пациентов. В Зеленогорске плюс 39. Я добавлю, под данным Роспотребнадзора, темп прироста за сутки составил 1%. Настоящий ажиотаж. После запрета проводить корпоративы и другие развлекательные мероприятия в кафе и ресторанах, горожане массово ринулись бронировать другие альтернативные площадки, базы отдыха и коттеджи. Отразился ли высокий спрос на ценах? Расскажем прямо сейчас. Людям все равно нужен праздник. Всегда. В каком бы они времени не жили, какие бы там не происходили события, людям нужен праздник. А праздник, как ни крути, многие горожане в этом году вынуждены встретят дома. Из-за новых ограничений даже с коллегами по работе ни в кафе, ни в ресторанах встретиться не получится. Корпоративы и банкеты сегодняшнего дня под запретом. Многих красноярцев эта новость просто огорошила. А вот рестораторы к такому развитию событий, похоже, были готовы. Бронировать столы работники красноярских компаний начали еще в октябре. Некоторые даже внесли предоплату. Но абсолютно все были предупреждены, что в случае новых ограничений праздник придется отменить. Как только у нас вышли ограничения к указу губернатора по поводу проведения юбилеев и дней рождений, хоть не было прописано о том, что про корпоративы ничего не было сказано, мы все равно имели в виду то, что здесь скорее имеется в виду не повод, по которому собираются люди, а количество людей собрано за одним столом. Альтернативные площадки в этом году многие горожане начали искать заранее. Полина с семьей и друзьями будет встречать Новый год в просторном коттедже. Но найти его оказалось не так-то просто. Свободной базы отдыха, да еще и для большой компании, уже не оказалось. Пришлось подбирать варианты по объявлениям в интернете. Ну и тут, говорит Полина, практически все уже забронировано. А за те дома, что остались, арендодатели просят слишком высокую цену. Минимальная стоимость, ну это вот 60-80 тысяч. И чаще всего 60, это за двое суток, 60 тысяч уже не найти. То есть, ну вообще никак. Я переписывалась на сайтах с разными арендодателями, да. И мне предлагали коттеджи за 130 тысяч. Это уже чуть подальше от города, где-то в районе Базаиха, Устьмана, где-то вот в этом районе. И все же, если постараться, найти свободные домики на базах отдыха еще можно. Но осталось их совсем немного. Мы обзвонили несколько номеров. В среднем две ночи с 31 декабря по 2 января на компанию из четверых человек с завтраками обойдутся в 33 тысячи рублей. Это почти вдвое дороже, чем в обычные выходные. А вот предновогодние корпоративы, хоть и под запретом, некоторые базы отдыха их все же проводят. Даже несмотря на ограничения работы ресторанов до 23 часов. Есть и те, кто наоборот совсем отказался от этой идеи. Корпоративы мы не проводим. Есть обстановка в Казмире и в Красноярском крае, к сожалению, запрещено это делать. Да, ресторан есть. Ресторан работает до 11 вечера. То есть вы можете 31 декабря поужинать до 11 вечера в самом ресторане. Либо заказать что-то по меню. Интересно про праздничный ужин. До скольки он? Время с 10 до 4 утра. То есть в 11 никого не разгонят, да? Потому что мы куда ни звоним, у всех до 11 только рестораны работают. Ну вот я сейчас тоже вспомнила по поводу 11 душа. Ну видите, мы все равно выходим сейчас за территорией. И я надеюсь, что у нас будет до 4 утра. До главного праздника остается чуть больше месяца. Следующий год из-за пандемии будем встречать в новой реальности. Но правило есть правило. Безопаснее не собираться большими компаниями и отметить праздник дома в кругу семьи, как и советуют в Роспотребнадзоре. Катерина Любима, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Неизвестный стрелок терроризирует красноярцев в микрорайоне Солнечный. По крайней мере, так говорят сами люди. Вот такие фото они публикуют в местных пабликах. На снимках разбитые треснутые стекла и специфические отверстия, которые напоминают следы от пуль. Жители предположили, что стрелять, видимо, из пневматики могли из дома по соседству. Причем не только по балконам, но и по машинам. И это не единичный случай. Вот что рассказала хозяйка одной из квартир. Пошла поливать цветы. Сейчас я их поливаю, наверное, раз в два дня. До этого такого не было. А тут чуть больше, неделю назад, заметила вот эту дырочку. И вообще была в бешенстве, если можно это так сказать. Живу, никого не трогаю. Тут, на, себе прилетел привет. Стильная одежда имени Хворостовского. Магазин с таким, по меньшей мере, странным названием появился в Красноярском микрорайоне Белые Росы. Яркую вывеску с сомнительным текстом горожане заметили на одном из баннеров. К идее присвоить имя великого баритона торговой точки местные жители отнеслись, мягко говоря, неодобрительно. Чтобы такой маленький магазин, одежды, даже не музыкальных инструментов, это очень странно. Я думаю, что это как-то не совсем этично. Рекламный ход, видимо, какой-то. Цель какая, непонятная. Привлечь их внимание, привлекли. Работает, значит, корректность. Ну, навряд ли это корректно как-то. Потому что, в принципе, это как-то маленько нелогично и неправильно. Ну, не тот уровень, скажем так. Поэтому я считаю, что, конечно, не должно такое быть. История эта довольно странная. Хозяйка уверяет, сама она так магазин не называла. А вывеска – это происки конкурентов. Буквы с именем Хворостовского действительно оказались приклеены поверх баннера. После разговора с нашим корреспондентом женщина их сразу же сорвала. Интересно, что похожий случай в Красноярске произошел около месяца назад. Тогда в одном из районов города внезапно появился рынок с именем всемирно известного оперного певца. Директор уличного базара тут же поручил сломать вывеску и заявил, что повесил ее не он. А вот, что нам рассказала сегодня хозяйка магазина. Я бы в жизни не посмела вообще смеяться над этим именем. Это гордость наша. Это, ну, вообще, это звезда такой величины, которым только остается восхищаться. И чтобы я вот такое вот, ну, вы видите сами, вы же видите, буквы отклеиваются, кто-то ночью сделал. Второе заседание по делу о разливе топлива в Норильске прошло в арбитражном суде Красноярска. Сегодня состоялись прения сторон, причем за закрытыми дверями. Основной вопрос – сумма иска о возмещении ущерба, нанесенного природе Таймыра. Я напомню, за утечку более 20 тысяч тонн солярки Росприроднадзор потребовал с виновника Норильско-Таймырской энергетической компании беспрецедентный штраф почти в 148 миллиардов рублей. По данным Росприроднадзора, авария на ТЭЦ привела к экологической катастрофе. Окружающей среде был нанесен колоссальный урон, где стопливо попало в почву и водоемы. Этим и обусловлена серьезная сумма штрафа. Представитель ответчика заявил, что разлив произошел из-за неправильного проектирования емкости, где хранились нефтепродукты. В компании говорят, что готовы восстановить экологию, но не согласны с суммой штрафа. В интересах всех граждан страны требуется, чтобы природа находилась, экологическая обстановка была максимально хорошая. Есть установленные конституции, гарантированное право каждого на благоприятную окружающую природную среду. Поэтому, если происходят любого рода инциденты, подобного рода аварии, задача хозсубъекта восстановить природу до того вида, как она была до момента аварии. И это является преимуществом. Цель пополнения бюджета не ставится. Красноярский край в ожидании голубого топлива. В перспективе газопровод пройдет через весь регион с запада на восток, включая отдаленные населенные пункты. А воздух, особенно в крупных городах, станет чище. Этот вопрос сегодня обсудили на Большом совещании в Совете Федерации. Участие в нем принял и губернатор Александр Ус. Подробности расскажем в сюжете. Дыма, по крайней мере, печного над Красноярском станет меньше. В регионе разрабатывается масштабный проект газификации региона. Это чистое топливо не только сделает воздух прозрачнее, но и даст возможность строить новые микрорайоны на расстоянии от города. Газовые атомные установки должны решить проблемы и с электричеством, и с теплом. Получение газа для крупных городов запускает множество процессов. Один из них, например, это процесс, связанный с появлением газомоторного топлива. Кроме того, это относительно чистая тепловая энергия, относительно чистая электроэнергия. Ну и, собственно, если мы говорим про ископаемый вид топлива, то газ из них как раз один из самых лучших. Я надеюсь, что этот газ, который Россия сама производит и который к нам придет, в этом случае будет более доступен для нас. Вопросы газификации в регионе сегодня обсудили в Совете Федерации. О планах сенатором рассказал Александр Ус. Красноярский край попал в масштабную программу «Сила Сибири-2». Ее проектирует компания «Газпром». Вместе с ней краевое правительство окончательно актуализирует дорожную схему к первому кварталу 2021-го. А спустя еще четыре года планируют подвезти газ уже и к домам. Топливо получат около двух миллионов жителей края. По предварительной трассировке газопровод будет строиться через всю территорию края, с запада на восток, прямо посередине он перережет Красноярский край и пройдет в 50 километрах севернее Красноярска, в Сухобузинском районе. Это делает планы газификации абсолютно реалистичными и, что немаловажно, будет способствовать оптимизации цены на газ для конечных потребителей. Планируется, что работать на территории будет один региональный оператор. При этом тарифы на газ не должны кусаться. И самое главное, жители не должны сами платить за подведение сетей к дому. Главный элемент модели – это формирование комплекса источников для финансирования газификации, обеспечения подключения к газораспределенным сетям без взимания средств с граждан за технологическое присоединение. Зона газификации охватит 11 городов и 16 муниципальных районов края. Важный момент – строительство трубопровода. Как вариант прокладывать его с нуля от Ямала, либо пойти по более быстрому пути подключиться к уже существующему Томскому. Мы сейчас отработаем непосредственно все предложения, которые были, и по седьмому по транспортировке газа по региону, то же самое, Александр Викторович, отработаем этот вопрос. Мы его включим в протокол сегодняшний, пришлем его на согласование вам, поставим себе сами задачу увеличения газификации с 15% с теми предложениями, которые делает Александр Викторович. Газификация региона не только улучшит экологическую обстановку в крупных городах края, но и придаст ему мощный импульс социально-экономического развития. Анастасия Тили, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И НИКОН с упрочняющим покрытием от 980 рублей. А на оправы скидки 30, 40, 50%. В оптике Давыда правильный сервис. Вы в поисках комфортной пары обуви на зимний сезон? Только до конца ноября теплая и удобная обувь Ионесси по лучшим ценам. Пора забыть о холоде и насладиться зимой. Спиши в фирменные магазины Ионесси. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современная лазерная коррекция зрения, новейшая методика СМАЙЛ, более точная и менее травматичная только в СМАЙЛ-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Напоминаю, что вы смотрите новости на канале ИНСЕ в студии Максим Сарпов. Продолжаем выпуск. Остались последние штрихи. Красноярский исторический квартал почти готов к открытию. Внешне деревянные усадьбы как будто с открытки. Завершают реставраторы и внутреннюю отделку. А между домами появились большие резные ворота точь-в-точь, как в 19 веке. Когда это уникальное место увидят горожане, расскажет Юлия Чепчиц. Мы старались сохранить максимум, что смогли. И тоже это интересно. Человек будет подходить и говорить, что вот этот наличник старый, 100 лет ему. Вот и как бы есть реставрация. В этом судьба как заключена. Так-то новое построить гораздо быстрее и дешевле. А старое реставрировать – это дорого и долго. Ну, в этом весь интерес. Объемная резьба, начало 20 века, нарядные наличники, а по периметру фасада – декор из деревянных кружев с элементами барокко. Это дом врача Гланца на Горького 11. Некоторые детали здесь удалось сохранить в первозданном виде. Его реставрация почти завершена. Осталось закончить внутреннюю отделку. Это вообще действительно самый сложный дом. Почему? Потому что, во-первых, здесь был пожар. И вот эта вот часть вообще сгоревшая была. Здесь самые большие потери старого бревна. А это жилой дом усадьбы Некрасова, старейший в ансамбле улицы. Здесь работа еще в самом разгаре. Хотя уже восстановлены галереи, веранды на втором этаже. Там же появились и витые колонны. Одна сохранилась, другую воссоздали по чертежам. Это самый сложный и одновременно любимый объект реставратора Геннадия Ибрагимова. Восстанавливать дома в историческом квартале он со своей командой начал в 2018-м, имея опыт реставрации объектов в Енисейске. Говорит, было сложно, делали ошибки, учились на них. Однажды даже ездили в Санкт-Петербург, чтобы набраться опыта. И вот сейчас реставраторы и заказчик проекта на финишной прямой. Простой работы не было вообще. Тут на самом деле работа очень сложная и кропотливая. Именно поэтому она занимает столько времени. Здесь очень много было моментов, которые требовали высочайшей квалификации реставраторов. Все наличники были очищены специальными фенами до основы. То есть сейчас не так вся краска. Они были запротезированы, отшлифованы, покрашены в исторический цвет. И вот, например, сейчас мы видим, что и на этом доме, и на доме Горького 13 частично наличники исторические. О создании пешеходной улицы и восстановлении деревянных памятников впервые заговорили в 2009-м. Сама организация «Исторический квартал» возникла в 2015-м. Первоначально планировали, что деньги в проект вложат бизнесмены. Но они отказались. Через год инвестор все-таки нашелся. И в 2018-м старинные усадьбы начали разбирать, чтобы отреставрировать. Спустя два года шесть домов из деревянного ансамбля почти готовы. Этот дом на Горького 11А почти полностью удалось сохранить в первозданном виде. Сруб, к примеру, состоит на 80% из родных бревен. На нем оригинальные наличники. А это историческая кирпичная кладка. Кирпичам здесь больше 100 лет. Вот так они выглядели изначально. Каждый кирпич реставраторы очистили. Были, конечно, и те, которые разрушились. Их методом вычинки, аккуратно разбирая кладку, заменили на новые. Уже через неделю внешнюю отделку домов закончат. Фасады украсят резные наличники. Строительный забор на Горького демонтируют. Часть улицы станет пешеходной. Реставраторы продолжат работы внутри зданий. А их труды, ценную историческую застройку конца 19 века, наконец увидят горожане. Юлия Чопчис, Иван Дорофеев, Енисей. Новости. Еще одно место для прогулок появилось у жителей Правобережья в Красноярский. Променад обустроили на проспекте Красноярские рабочие. Здесь уложили брусчатку, поставили скамейки, высадили 180 деревьев и 650 кустарников. А также смонтировали новое освещение. При этом все коммуникации и провода убрали под землю. На все работы потратили больше 30 миллионов рублей. То, что получилось, сегодня оценил мэр Сергей Ремин. Вот фотографию года, ну года два, особенно три назад, что здесь было, это действительно, это был трэш. Вот смотришь, я даже не представляю, уже все это стерлось из сознания. И сейчас ты видишь просто-напросто абсолютно обновленный участок, огромный участок легендарного Красраба. Но это же только первая ласточка. Как сократить интервалы движения маршруток в Красноярске, чтобы пассажирам не приходилось долго ждать и мерзнуть на остановках, придумали на одном из транспортных предприятий. Большую работу провели на этапе ремонта автобусов. При этом использовали принципы бережливого производства. Что это такое, расскажем в сюжете далее. На пятом автотранспортном предприятии Красноярска работа кипит круглосуточно. Ежедневно они выпускают в рейс больше сотни городских маршруток. Автопарк не новый, поэтому ремонтный цех напрямую отвечает за то, сколько машин выходят в линию каждое утро. Чтобы улучшить работу механиков на производство, пригласили экспертов Федерального центра компетенции, которые профессионально оценили все недостатки и недоработки. Когда мы заходим в цех, мы на примере увидели все виды потерь, лишние перемещения, передвижения персонала, ожидания, простои, в том числе, которые мы с этими непосредственно проблемами работаем и с ключами. Чтобы повысить производственные показатели, специалисты пятого автотранспортного предприятия Красноярска стали участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». С помощью приглашенных специалистов и тренеров им в короткие сроки удалось многое изменить к лучшему. «Инструмент разложили и получили. За ним далеко бегать не надо. Запчастями стало. Лучше же мы не ждем их. Разобрали, заказали, у нас уже готовы запчасти». «Мы провели работу по заезду транспорта с линии, выявили, что у нас очень много тратится времени на заправку автобусов. Тем самым было принято решение поставить еще один заправочный пункт, чтобы водитель максимально быстро уезжал домой отдыхать». В конечном итоге пользу от всей этой оптимизации получат пассажиры. «Это имеет не только экономические эффекты, но и эффекты, собственно, сами социальные. То есть количество автобусов, которые выходят на рейсы, людей, которые комфортно передвигаются по городу, зависит от того, насколько эффективно вот здесь, в автотранспортном предприятии, выстроены процессы, как быстро эти автобусы проходят, их обслуживание заправляются, насколько людям удобно работать на этих цехах». С запуском нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» под управлением профессиональных консультантов новых показателей в своей работе достигли более 40 предприятий. Евгения Шелковникова, Алексей Овсянников, Енисей Новости. В Енисейский код вернулся к хозяевам спустя два года скитаний. Подробности далее в выпуске. Встречайте обновленную программу господдержки на все автомобили «Лада». Льготных условий стало еще больше. Первый всероссийский турнир по соло-керлинг в Красноярске. Новая дисциплина, новая керлинг-арена, новые впечатления. С 26 по 29 ноября на Острове Отдыха. Информация о турнире и прямых трансляциях в аккаунте «Керлинг-24» в Инстаграм. Напоминаю, что вы смотрите новости на канале Енисей в студии Максим Сарпов. Продолжаем выпуск. Почти невероятная история из Енисейска. Пропавший кот вернулся домой после двухлетних скитаний. Найти животное помогли соцсети. Теперь хозяйка не помнит себя отчасти и откармливает исхудавшего питомца мясом. Андрей Давыдов узнал подробности этой драмы со счастливым концом. Басенька и Анна Сидорова не нарадуются долгожданной встречи. Их вынужденная разлука длилась несколько лет. Любимец всей семьи молодой кот исчез два года назад. Искали его всей роднёй, но, увы, безрезультатно. Хозяева уже не надеялись увидеть его снова. Но вчера скиталец неожиданно вернулся домой. К счастью, Анны не было предела. Это было до слёз. Вчера вот она из сумки Ирочка достала его. Я вот так вот его как взяла, себе прижал. Он сразу вот как головой своей уткнулся мне в шею. И всё, и вот прямо трётся, трётся. Я его по имени же, по кличке его назвала. Найти четвероногого друга помогли социальные сети. Именно там дочь Анны увидела пост с просьбой приютить бездомного кота. На фотографии семья сразу же опознала своего Басю. В честь возвращения любимца домой хозяйка даже сочинила стихотворение. Состоялась наша встреча. Счастьем был наполнен вечер. Года два, как он исчез. Бросили беднягу в лес. Светик долго горевали. Никаких котят не брали. Умный Басенька наш был. В подпол в туалет ходил. Нашедшая кота девушка говорит, что животное было сильно измучено. Кожа до кости. Смотреть страшно. Несколько дней она подкармливала Басю, а потом решила дать объявление в соцсети. И к ее радости эта история закончилась хэппи-эндом. Я до сих пор немножко растерялась от такой истории невероятной. Это просто похоже на чудо. В жизни, видимо, чего только не бывает. Вообще я очень рада, что так все здорово получилось для него. Теперь у кота Баси снова начинается счастливая и вполне сытая жизнь. Сколько таких потеряшек еще бродит на улицах. С наступлением холодов многие бездомные животные стараются укрыться вот в таких вот подъездах. И, конечно, каждый из них нуждается в тепле и заботе. Поэтому давайте будем немного внимательней и человечней. Ведь счастливых историй должно быть больше. Андрей Давыдов, Динар Салимов. Енисей. Новости. К этой минуте у меня все сообщения. В студии был Максим Сарпов. До новых встреч. Прогноз погоды в Красноярском крае В Таруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии преобладает облачность. На большей части территории пройдет снег. Ночью от минус 10 до минус 20 градусов. Днем от минус 7 до минус 16. В северной группе районов Красноярского края облачно. Местами с прояснениями и осадками. Ночная температура до минус 15 градусов. Днем до минус 11. В восточной части региона небольшая облачность без осадков. Ночью до минус 16. После полудня минус 10-12 градусов. В центральных районах Красноярского края переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью минус 12-16 градусов. После полудня до минус 12. В западной группе преобладает небольшая облачность. Осадков не прогнозируют. Ночью до минус 16 градусов. В светлое время суток минус 8, минус 12. На юге Красноярского края облачная погода, местами ожидается небольшой снег. Ночью от минус 10 до минус 14 градусов. Днем минус 6, минус 9. Прогноз погоды в Красноярске представляет сеть аптек «Живика». «Живика» – гарантия низких цен. В Красноярске 25 ноября небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до минус 13, днем до минус 10 градусов. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова